привет вы смотрите как так этот выпуск посвящен тем кого считали священными также считали что они могут передать человеку какие-то сверхспособности или же сакральные знания а еще считали что они могут съесть целую деревню либо же забрать из этой деревни самых красивых девушек и что с ними сделать верно тоже съесть ах да этот выпуск о змеях собирайте рюкзак готовьте свои самые прочные резиновые сапоги мы начинаем само слово змея этим логически относится к слову земля потому что обитает на земле но как мифологическое существо змея является владычицей подземного царства но кто они такие в обычном мире змеи это уникальная группа современных рептилий которые характеризуются тем что процессе эволюции они утратили конечности ну безногие формы есть и среди амфибий это так называемые червяги уникальная группа роющих рептилий которые процессе эволюции утратили передние задние ноги вот безногие формы неоднократно появлялись и среди рептилий и в частности вот ящерицы процессе эволюции несколько раз приходили к тому что решали что многим больше не нужны это сопровождалось удлинением туловища и соответственно постепенно утраты конечности и вот одна из групп древних ящериц а именно по современным представлениям это некоторая форма варанов еще около 100 миллионов лет назад когда на земле жили динозавры постепенно стали утрачивать конечности и в какой-то момент времени они настолько приспособили жизни без наличия конечности что сформировалась современная группа которую мы называем змеями то есть таким образом вот современные змеи это по сути видоизмененные ящерицы а именно вараны ну вот такая жизнь без ног привела к тому что тело у змеи стало достаточно длинным то есть очень удлиненное туловище что позволяет им но относительно свободно перемещаться по самым разнообразным поверхностям в том числе прекрасно плавать вот таким образом понятно что наличие ног это не всегда как бы показатель успешности вот змея одна из самых успешных групп современных рептилий ну а поскольку эти животные лишились конечности то для того чтобы иметь возможность потреблять сам разнообразный спектр пищи в том числе и достаточно крупные объекты они обзавелись гиперкинетизмом черепа то есть это случай когда отдельные элементы черепа не связаны с черепной коробкой и с друг с другом что позволяет змеям при относительно небольших размерах головы заглатывать очень крупные объекты то есть фактически челюсти у змей у большинства змей расходятся в четыре стороны когда змея клатать какой-то крупный объект и затем становится на место это позволяет им при относиться на редком питании питаться но достаточно плотно и таким образом пищи хватает им на длительный зорог вот смотрите у меня есть две руки две ноги голова у птичек есть крылышки лапки клюв у рыб нет ни того ни другого но у них есть жабры и плавники а у змей что есть и как вообще они докатились до жизни такой ну во первых очень многие змеи имеют весьма необычный облик это яркая краска это необычная форма тела головы поведения среди змей поскольку это очень древняя группа животных процессе эволюции образовали самые разнообразные экологические формы которые поражают воображение следователя вот уникальная особенность опять-таки связи с тем что они утратили конечности то есть вот такие казалось бы с одной стороны но в некоторой степени ущербное животное принципе проявляют как раз чудеса адаптация изобретательности вот природы в плане приспосабливаемости как в этом каким-то условиям вот змеи крайне вариабельны по своим размерам характеристикам некоторые змеи но имеют длину ну размером наверное едва ли больше спички при такой же толщине это мелкие роющие змеи ну и соответственно к змеям относится одни из самых крупных современных позвоночных например многие питоны и удавы могут достигать длины более 7 метров по некоторым данным до 10 и более метров в сказках змеи проявляют чудеса изворотливости хитрости и ума но что у них с интеллектом здесь в обычном мире ты слышишь меня я никогда в жизни не разговаривал со змеей скажи а ты разговариваешь за ним трудно назвать этих животных умными но в принципе вот для своего образа жизни змеи вполне себе скажем так интеллектуально развиты то есть им этого хватает потому что иначе бы наверное они бы не просуществовали так долго на земле вот но конечно как и большинство рептилий уровень развития их центральной нервной системы головного мозга он существенно ниже чем у птиц и млекопитающих то есть вот например несмотря на то что у них уже начинает преобладать среди отделов мозга передний мозг который у нас достигает наибольшего размера вот передний мозг этих животных лишён той самой коры больших полушарий которые позволяют нам млекопитающим и людям частности осуществлять мыслительный акт какое-то поведение сложное и так далее накапливать длительный опыт и передавать его потомство то есть рептилии в частности змеи этого лишены но вот по степени развития многих органов чувств они конечно дадут нам сточку фору частности по обонянию например многие змеи гораздо более чувствительны к запахам чем млекопитающие и люди в частности вот поскольку в принципе эти животные в основном ориентируются по запах то есть они живут в мире запахов они знают о мире то что мы никогда с вами не почувствуем или например способность змей улавливать инфракрасное излучение то есть например ну типичный пример это ямкоголовые змеи то есть это гремучие змеи в основном но даже вот среди удавов и питонов есть животные которые тоже имеют термолокационные ямки на морде который выполняет ту же самую функцию то есть змея которая в эксперименте полностью была лишена возможности обонять или видеть свою добычу успешно я находила лишь по тепловому излучению то есть вот мы видим что с одной стороны до центральной нервной системы этих животных она конечно оставляет желать лучшего но органы чувств позволяют змеям улавливать такие сигналы на котором мы с вами не можем рассчитывать я не героиня сказок и были ну и уж надеюсь никогда я не стану и мои задачи не входит найти змей горынча и победить его но когда я иду в лес важно мне понимать где я могу столкнуться со змеей и как понять что она именно в этом кусте ну а надо помнить что змеи в природе всегда стараются выбрать определенное местопитание для того чтобы обеспечить себе во первых убежище во вторых места для размножения и в третьих они выбирают места где наиболее вероятна встреча с их пищей то есть это какие-то лягушки ящерицы грызуны вот таким условием как правило удовлетворяют какие-то завалы заросли густых кустарников валежник какие-то обрывистые участки на берегах рек или водоемов где можно например найти трещину расщелину и как правило вот из своего личного опыта когда мне приходилось допустим участвовать в экспедициях по отлову змей с целью их изучения именно вот такие места то есть это куча веток каких-то ближайшие лежащие на земле стволы деревьев камни это вот наиболее излюбленные места для встречи со змеями то есть они их населяют чаще всего поэтому если вы где-то находитесь на природе будьте внимательны подходят таким местам то есть вот завалы какие-то валежник бревна это излюбленные места обитания змей и как правило в таких местах можно либо целенаправленно либо случайно встретиться со змеей бывает так что человек просто проходит мимо какого-то валежника там может быть змея и можно наступить вот либо густая трава допустим очень часто бывает так что гадюки прогреваясь под лучами солнца лежат не открыто допустим а где-то в густой траве и когда вы допустим собирать какие-то грибы или ягоды есть риск того что вы окажетесь на расстоянии броска этой змеи и она вас может укусить но не потому что она такая плохая а потому что она посчитает что вы на нее нападаете поэтому рекомендуется во время сбора грибов каких-то дикоросов иметь с собой палку при помощи которой вы сначала должны но произвести какие-то манипуляции в траве в надежде спугнуть потенциально змею и только после этого уже собирать то есть надо для себя вот взять такое правило во первых носить подобающую обувь в местах обитания змеи потому что можно ненароком наступить бывает такое и соответственно иметь при себе какую-то палку может быть прутик при помощи которого вы должны сначала попытаться вспугнуть змею которая потенциально может быть там и только после того как вы уже убедитесь что рядом достаточно безопасно вы можете сорвать какой-то объект в мультфильмах фильмах исказаниях некоторых народов можно встретить их факиров удивительные люди которые умеют управлять змеей но действительно ли это возможно ну на самом деле конечно это миф то есть мы должны помнить о том что змеи в принципе лишены тех органов слуха который характеризует например нас млекопитающим вот обычный мир звуков для них недоступен они не могут слышать нашу речь и не могут слышать звуки мелодий а среднее и внешнее ухо они редуцированы и заросли кожей таким образом вот внешнего слухового прохода у этих животных у них есть внутреннее ухо и вот змеи в основном они способны воспринимать инфразвуки то есть не к низкочастотные колебания и в частности змея слышат например звуки наших шагов то есть мы их сами можем не слышать мы можем спокойно идти по мягкой траве не придавая значению о том насколько мы производим какой-то шум а змеи улавливать эти колебания и представляют наше приближение уже задолго до того как мы сами увидим этих змей вот и поэтому когда мы говорим о том что вот какие-то факиры якобы значит завораживают кобора звуками какой-то мелодия это конечно все полная ерунда потому что змея про всем желание ничего не услышит так почему же она внимательно следить за факиром и совершать какие-то движения если обратить внимание на то как себе весь себя ведет факир он постоянно покачивается страны в сторону в такт мелодии и змея которая в данный момент времени находится в стрессовом состоянии она испытывает страх перед возможным падением она расценивает факира как источник опасности и она следит за ним за его движением и соответственно реагирует на эти движения меняя свою позу относительно вот факира может быть она совершать какие-то колебательные движения покачивания это вот лишь попытка сохранить вот предполагаемого врага в поле за ним у нас у всех на слуху змей горыныч огнедышащий дракон как он устроен тут все предельно ясно я с ним к счастью в жизни никогда не встречалась а вот с другими его сородичами да и они были не огнедышащими у всех ядовитых змей имеются ядовитые железы в области задней части головы это парные железы которые фактически представляют из себя видоизмененные слюны и железы но вот если у млекопитающих слюны и железы они участвуют выделение слюны которые во-первых смачивают пищу которую мы потребляем а во-вторых она содержит ферменты которые уже в ротовой полости начинают перерабатывать эту пищу то есть переваривать то есть частично идет перепищеварение уже в ротовой полости то вот у рептилий процессе эволюция слюнные железы стали преобразовываться с целью производства целого комплекса сложных белковых компонентов которые были использованы во первых для уменьшления добычи а во вторых для облегчения процесса пищеварения но вообще вот эта вот ситуация с видоизменением слюнных желез в ядовитые опять-таки у рептилий по всей видимости происходил неоднократно ну в частности у современных ящериц мы можем выделить несколько примеров вот подобных виды изменений ну классический пример это ящерицы ядозуб вот несколько видов ядозубов обитают в южных штатах сша в центральной америки частности в мексике например их слюны и железа процессе эволюции стали вырабатывать целый ряд токсинов которые используются для уменьшления и добычи это в основном какие-то грызуны рептилии птицы которым как раз ядозуб питается нечто подобное относительно недавно было открыто для нескольких видов баранов и в частности для комодского варана то есть как оказалось эти животные тоже процессе эволюции обзавелись такими видоизмененными слюнными железами которые вырабатывают токсины и они тоже участвуют в уменьшлении добычи тут если раньше например предполагала что комодский варан уменьшлять свою добычу при помощи токсинов вырабатываем бактериями которые обитают в ротовой полости то сейчас как бы роль бактерии таким образом она сведена на второй план а на первое место выходят именно токсины вырабатываем самим вараном и используемы именно для уменьшления добычи то есть это целый комплекс различных ферментов которые приводят к обширным геморрагиям к безудержим кровотечению из ранки вот и так далее ну и сюда еще добавляются токсины тех самых бактерий которые обитают в ротовой полости то есть сепсис на фоне общей интоксикации за счет вот этих ед ну а поскольку мы с вами уже знаем что змеи это так или иначе модифицированные ящерицы в том числе а вот среди предков рассматриваются именно варановые ящерицы то неудивительно что в процессе эволюции у этих животных тоже появились видоизмененные слюнные железы которые стали вырабатывать токсины причем по всей видимости изначально наверное все таки змеи были все не ядовитыми потому что наиболее примитивные современные змеи они не имеют яда это различные слепозмейки это питоны и удавы они относятся именно к примитивным змеям уже образные это как бы следующий этап эволюции и вот уже среди уже образных появляются первые ядовитые формы вот частности у нас на дальнем востоке обитает так называемый тигровый уж который обладает достаточно серьезным ядом который приводит к внутренним кровотечениям геморрагиям и может даже привести к летальному исходу хотя тоже казалось бы уж или например в южной африке обитает винная змея или например бумсланг тоже уже образная но обладают ядовитым секретом достаточно серьезным можно погибнуть а вот в дальнейшем появились аспидовые змеи сюда относятся кобры и морские змеи вот у них уже появился яд нервно-политического свойства то есть яд этих змей проализуют нервную систему нарушают работу мускулатуры у некоторых форум аспидовых змей в частности некоторых австралийских змей сюда еще добавляются различные геморрагические проявления внутренних кровотечений и так далее но вершиной эволюции змей и ядовитого аппарата являются гадюки и в частности ямкоголовые змеи то есть это наиболее прогрессивная группа среди змей и в том числе среди ядовитых змей вот у большинства гадюк яд он больше гемолитического геморрагического свойства то есть он воздействует на кровеносную систему и ткани мышцы соединительную ткань а иногда даже на костную ткань вот например яд габонской гадюки может даже приводить к кризис костей это приводит тому что пострадавшим иногда даже ампутирует конечно вот то есть это вот вершина эволюции ядовитого аппарата и в целом ядовитых змей ну и наши гадюки это вот представители вот такой вот уникальной группы рептилий давайте пофантазируем что можно сделать с огнем огнедышащего дракона очевидно двигатель во-вторых отопление жилых помещений кажется еще возможного промышленное применение например на металлургическом комбинате а вот что делать с ядом обычной змеи опять-таки мы знаем что яд змей это сложный комплекс самых разнообразных каких-то веществ это белки различные это ферменты как разновидность белков причем многие из них в зависимости от концентрации могут иметь но совершенно разные воздействия на живые системы то есть все есть яд но дело как бы в концентрации и те же самые компоненты которые казалось бы в организме пострадавшего приводят каким-то печальным результатом в небольших количествах могут наоборот способствовать улучшению в течение каких-то естественных процессов в живой системе поэтому например тот же самый яд гадюк как кладезь таких биологически активных веществ часто используется для производства не только антидотов вот укуса санежи этих гадюк но и каких-то разных препаратов которые существенно улучшают состояние больного при каких-то определенных заболеваний яды аспидовых змей в частности вот яд среднеазиатской кобры еще во времена ссср активно использовался для создания разных каких-то вот препаратов на основе как раз этого яда есть исследования которые говорят о том что яд многих аспидовых змей может способствовать борьбе с некоторым формам рака то есть таким образом я хочу сказать что очень широкий спектр применения этих ядов и надо помнить что до сих пор еще мы не знаем всего того разнообразия возможных форм применения ядов змей которые потенциально возможны поэтому охранять этих животных в том числе ядовитых животных необходимо еще с точки зрения того что их яда могут нам здорово пригодится в будущем и поэтому потерять эти виды это значит обречь себя на ну неспособность решить какие-то проблемы в том числе и в медицинском плане в сказках и былинах у змей очень много предназначений ранее мы уже сказали что они и хранители сакральных знаний и разрушители деревень а вот зачем нужны змеи нашего обычного мира да дело в том что змеи как и в целом каждый вид выполняет какую-то свою определенную функцию то есть эти животные тесно связаны сам разнообразными формами взаимодействия с целым рядом других организмов они входят в цепь питания природных систем они являются во-первых регуляторами численности самых разнообразных как без полночных так и позвоночных животных в частности например гадюки в том числе степные гадюки в ювелирном состоянии то есть в детстве скажем так потреблять большое количество насекомых в том числе саранчевых это особенно важно для степных регионов нашей страны где саранчевы могут приносить существенный вред допустим сельскому хозяйству вот поэтому наряду с многими птицами змеи регулируют численность даже вот саранчевых то есть примаклыров насекомых а вот во взрослом состоянии многие гадюковые являются потребителями грызунов и вот в частности например для нашей республики биологическая роль гадюки заключается в том что они уничтожают мышевидных грызунов в частности это полевки и собственно мыши ну известно что эти грызуны являются переносчиком целого ряда заболеваний то есть это гемеррагическая лихорадка с почечным синдромом тулеремия бруцеллез чума и вот эффективность змеи она в том числе проявляется в результате того что эти змеи могут преследовать свою добычу в тех местах где ее не может найти другой хищник в частности в норах каких-то в укрытиях куда например не лисица не какой-нибудь сокол не не ястреб не смогут добраться а змея спокойно проходит и может уничтожать целый выводок то есть у нее эффективность гораздо выше чем у млекопитающих ну иное дело что каждая змея индивидуальном плане потребляет на единицу времени и на единицу массы меньше чем млекопитающие вот но тем не менее это наш помощник в борьбе с мышевидными грызунами ну а территория республики тарстан она характерна тем что мы как бы являемся эндемичным регионом по заболеваемости геморрагической лихорадкой то есть вот уже в конце марта наверное даже может быть раньше появились первые случаи заболевания как раз геморрагической лихорадкой то есть люди после зимы массово начали выезжать на какие-то садовые дачные участки вот приводить их в порядок после зимы и стали заражаться вот как раз вирусом геморрагической лихорадки переносчиком который является как раз грызуны кстати говоря в сказках как и в жизни есть змеи разные и в связи с этим возник вопрос змеи нашего реального мира все ли из них опасны ну и надо сказать что вот несмотря на то что люди все-таки относятся к змеям скептически считая что это животное вредное опасное но на земле сейчас чуть более трех с половиной тысяч видов змей вот действительно опасность для человека в плане того что вот змеи могут иметь яд представляют ну порядка 700 800 видов то есть вот из этой огромной массы змей лишь 700 800 видов это действительно ядовитые формы то есть основная масса змеи она не ядовита хотя и среди ядовитых змей конечно есть форма которая могут представлять угрозу и в принципе вот наверное именно питоны и крупные удавы это наверное самые опасные змеи они ядовиты например такие как гадюка или кобра потому что если эти змеи нападают в основном в целях самозащиты то есть если вы не трогаете гадюку или кобру или маму она к вам не подойдет и это просто не нужно то вот например крупнопитона людава могут представлять реальную угрозу поскольку расценивать человек как источник питания но это вот крайний случай а если вы не хотите идти в лес чтобы в целенаправленно познакомиться со змеей со всеми возможными вытекающими то вы можете записаться на экскурсию в зоологический музей и гербарий имени версмана казанского федерального университета там вам могут рассказать например а такой змейки сейчас у меня в руках одна из самых мелких змей в нашей коллекции это представитель группы червеобразных слепозмеек это взрослый экземпляр посмотрите здесь общая длина но порядка наверное 15 сантиметров при толщине ну около пяти миллиметров вот в самой толстой части слепозмейки ведут роющий образ жизни вот этот экземпляр был добыт на побережье каспийского моря то есть это средняя азия а вообще в мире обитают гораздо более мелкие представители этой группы эти животные ведут роющий образ жизни их основная диета это термиты и куколки яйца муравьев то есть вот такая специфическая диета ну а слепозмейка вот это название дано не случайно поскольку животное ведет роющий образ жизни то соответственно под землей глаза и особо то и не нужны таким образом процессе эволюции они утратили зрение другой пример представитель одного из крупнейших видов на земле это сетчатый питон вот по литературным данным эти животные могут достигать длины до 10 с лишним метров то есть фактически это соперник анаконды по длине но надо помнить что питона в целом это более скажем так поджары прогонистые змеи поэтому по массе анаконда она значительно мощнее больше чем сетчатый питон но вот если для анаконды достаточно редки описанные случаи нападения на людей с целью их поедания то вот сетчатый питон регулярно фигурирует в сводках как змея которая является фактически людоедом то есть вот юго-восточная азия это место где обитают как раз сетчатые питоны оттуда регулярно поступают сообщения о пропажах людей и соответственно периодически находятся змеи с останками вот этих пропавших внутри то есть эти змеи действительно представляют угрозу для жизни человека то есть наиболее опасными змеями наверное все-таки следует считать именно вот таких казалось бы не ядовитых змей вот потому что любая ядовитая змея в основном кусает только в целях самозащиты на этом наша первая часть выпуска о змеях завершена большое спасибо что посмотрели и надеюсь вам было интересно до новых встреч пока пока а